Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шли семь трамваев и три троллейбуса, которые оснащены рециркуляторами, а в среду обеззараживатели воздуха установили в метро. Каникулы, совпавшие с периодом нерабочих дней. Как провести время с ребенком с пользой? Самарский областной художественный музей подготовил выставку современных петербургских авторов Ивана Дьякова и Анны Векслер. Из-за режима нерабочих дней учреждения культуры не принимают посетителей, поэтому открытие экспозиции пришлось отложить. Эпидемиологическая ситуация в области остается неблагополучной и крайне напряженной. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса. Его провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи. Какие решения были приняты в нашем сюжете? Заболеваемость коронавирусом в области, если сравнить с тем же периодом прошлого года, сейчас выше в 8 раз. Об этом на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. На амбулаторном лечении, по словам министра здравоохранения Армена Беняна, находится почти 31 тысяча жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ более 33 тысяч. Почти 90% пациентов обеспечиваются лекарствами в день первого осмотра. По словам руководителя областного Минздрава, уже разрешена одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа. Инъекции вводятся в разные области тела. Получено более 580 тысяч доз вакцин от гриппа. Использовано почти 451 тысяча. Ведется работа по увеличению поставок в регион. В области работают 167 пунктов вакцинации, 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые в том числе осуществляют вакцинацию пожилых на дому. Основная нагрузка сейчас приходится на прививочные пункты в поликлиниках. Их адреса и карты размещены на сайте регионального Минздрава. В первую очередь о том, что эти пункты расположены в поликлиниках по месту жительства, потому что люди знают эти поликлиники, знают, где они географически находятся. Ну и, конечно, дополнительные удобства, о чем вы говорили в районе торговых центров. Хотя я понимаю прекрасно, что они, наверное, в меньшей степени загружены. Там нет очередей, таких как в поликлиниках. Но в поликлиниках надо иметь несколько постов. Виктор Кудряшов отметил, что ближайшие две недели должны сыграть решающую роль в том, чтобы сбить волну заболеваемости. Представители Роспотребнадзора не советуют путешествовать, перемещаться по региону или стране. Нерабочие дни введены для максимального разобщения и разрыва цепочки заражения. Что касается практики QR-кодов, то она будет расширяться и по завершении режима нерабочих дней. Виктория Шарая, События. Эпидемиологическую ситуацию, а также новые ограничительные меры обсуждали и на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Какова эпидситуация в городе сейчас и как осуществляется контроль за соблюдением санитарных мер, расскажем в следующем сюжете. Среди городов региона по показателю заболеваемости коронавирусом Самара занимает четвертое место. Больше только в Отрадном, Новокуйбышевске и Октябрьске. На прошедшей неделе на 100 тысяч человек населения 245 заболевших, среди которых больше всего работающих в возрасте от 30 до 49 лет. Количество случаев бессимптомного или тяжелого течения болезни не изменилось, но при этом появилась тенденция, что средне тяжелых больных стало меньше. Одной из причин такого изменения является вакцинация. Структура поменялась, легче течет заболевание однозначно, то есть уменьшилось число средне тяжелых форм, увеличилось число легких форм. Незначительно, но как тенденция мы имеем полное право это зафиксировать. Чтобы продолжать положительную динамику в этом направлении, а также разорвать цепочку заражения в регионе, губернатор ввел нерабочие дни и новые ограничительные меры. Как режим соблюдают в Самаре, обсуждали на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса под руководством главы города Елены Лапушкиной. Мэр отметила, что все меры будут эффективными, если жители будут соблюдать необходимые требования. Увы, другого выбора не остается, поэтому нужно ограничить свое общение. Нужно быть крайне бережным к себе и к окружающим людям. Надо носить маски, надо исполнять все требования Роспотребнадзора и еще раз, максимально сократить общение. Районные администрации продолжают контролировать амбулаторных пациентов с коронавирусом. Не прекращаются и проверки соблюдения масочного режима и других санитарных требований в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, в офисных центрах и отделениях банков. Кроме того, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжают устанавливать рециркуляторы в общественном транспорте. Ранее на маршрут вышли 7 трамваев и 3 троллейбуса, которые оснащены рециркуляторами. А в эту среду обеззараживатели воздуха установили в метро. Позаботились как о пассажирах, так и о работниках подземки. Максим Магомедов выяснял, где установлены приборы и как они работают. Станции Самарского метрополитена оснастили устройствами для обеззараживания воздуха. Установили не менее трех комплектов на каждой станции, а всего 36 аппаратов. Теперь приобрести жетон или пополнить транспортную карту в зоне самообслуживания можно без риска для здоровья. Рециркуляторы должны защитить пассажиров от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями. А для безопасности сотрудников метрополитена устройства разместили в помещениях КАС и комнатах дежурных по станциям, где ежедневно бывают сотрудники метрополитена. Места установки выбрали не случайно. Это помещение, где происходит наименьшая циркуляция воздуха. Поэтому его обеззараживание – необходимая процедура с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы в кратчайшие сроки произвели закупку и на настоящий момент установили на всех станциях циркуляторы, которые мы подразумевали устанавливать в разных зонах в зависимости от потребностей и наших сотрудников, и для обеспечения безопасности пассажиров. Мы не стали размещать их в зоне ожидания и в самих поездах из-за того, что там циркуляция воздуха очень большая. Естественным путем происходит из-за того, что во время движения поездов воздух обменивается и в самих вагонах, и на платформах по нескольку раз в короткие промежутки времени. Рециркуляторы – дополнительная мера защиты там, где-то необходима. Комплекты отечественного производства. Воздух при помощи вентилятора поступает внутрь корпуса, где дезинфицируется дуговой ультрафиолетовой лампой высокой производительности, после чего снова подается в помещение. Срок службы лампы во всех рециркуляторах – 12 тысяч часов. На фронтальной части устройства находится счетчик времени ее работы, поэтому сотрудники всегда смогут вовремя произвести замену. Рециркуляторы включаются в начале смены и работают на протяжении всего времени, пока осуществляется перевозка пассажиров. И даже дольше. Перерыв в работе аппаратов делают лишь на некоторое время ночью, когда на станциях количество сотрудников минимально. Специальная конструкция корпуса и особая форма вентиляционных отверстий исключают риск распространения ультрафиолетового излучения в помещении. Таким образом, устройство полностью безопасно для человека, животных и растений. Мощность рециркулятора варьируется от 60 кубометров в час до 200 кубометров в час в зависимости от того, в какой зоне устанавливается рециркулятор. Все рециркуляторы, которые мы устанавливаем, они снабжены соответствующими сертификатами. Они все прошли тот государственный контроль, который необходим для установки этих приборов. Действенность этих приборов подтверждена соответствующими лабораторными испытаниями. Эффективность работы рециркуляторов подтверждает и пассажирка метро Раиса Самойлова. Она медицинский сотрудник. Говорит, на работе установлены подобные устройства. Воздух очиститель обязательно нужен, чтобы обеззараживать все наши помещения, чтобы люди держали уже без микробов. У нас стоят в палатах даже такие. Все обрабатывают и воздух чистый. Несмотря на оборудование станции приборами для обеззараживания воздуха, снижать контроль за соблюдением масочного режима в метро не собираются. Наоборот, его усилили. Работники метрополитена совместно с сотрудниками полиции на метрополитене регулярно проводят патрулирование, чтобы выявить пассажиров без средств индивидуальной защиты. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Ремонт заводского шоссе и ход строительства бассейна в Куйбышевском районе проверила глава Самары Елена Лапушкина во время рабочего объезда города. Шоссе расширяют на одну полосу, чтобы разгрузить плотное движение перед перекрестком с 22-го портсъезда, а спортивные объекты возводят с нуля. На каком этапе работы, выяснила и наша съемочная группа. На заводском шоссе кипит работа. Подрядчики расширяют дорогу для поворота в районе улицы Мальцево. К ней будет вести новая полоса длиной 900 метров от улицы Профильной. Но для проведения работ возникла необходимость переноса 18 кабелей от городской подстанции. Как сейчас выполняют работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Это будет прокол на ту сторону. Здесь будет две пятисотые трубы, одна шестьсот тридцатые. То есть, по сути, для того, чтобы до подстанции нам найти, осталось вот сейчас пробиливать дорогу, переход через дорогу по той стороне осуществить и здесь осуществить прокол. То есть, на всем этом протяжении траншеи выкупаны, частично кабели уже уложены. Также глава города проинспектировала и строительство нового бассейна в Кубышевском районе Самары. Сейчас подрядчики продолжают работу по устройству фундамента. Бассейн в Кубышевском районе был, но он не функционирует уже давным-давно. И в связи с изменившимися нормами, правилами, с НИПами, было принято решение не реконструировать тот, потому что фактически было также строительство с нуля, а строительство нового бассейна, современного, отвечающим действующим правилам. Главным элементом здания станет 25-метровая чаша бассейна с раздевалками и душевыми. Помимо бассейна в здании также расположатся тренажерные и универсальные спортивные залы, подсобные помещения. Также будет предоставлен доступ для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Закончить все работы планируют летом 2022 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Судьба этого секретного объекта времен Второй мировой войны полна неожиданных поворотов. На протяжении 30 лет из уст в уста передаются мифы и легенды о нем. А некоторые документы до сих пор засекречены. Бункер Сталина – один из самых неоднозначных памятников военного времени. Историки и краеведы так до конца и не знают, кто конкретно возводил стратегический объект. В этом году Самара отмечает 80 лет со дня присвоения городу статуса «запасная столица». Наша съемочная группа побывала в бункере Сталина, чтобы узнать о самых популярных мифах и о том, в каком состоянии находится объект культурного наследия в наши дни. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Мощные стены, многочисленные коридоры и залы, а также личный кабинет вождя. Сегодня бункер Сталина входит в число основных достопримечательностей Самары. Но еще 30 лет назад о его существовании знали только единицы. Бункер рассекретили в 1991 году, и сейчас попасть в него можно в составе экскурсионной группы. В период пандемии и ограничительных мер посещение временно отменили, но нашей съемочной группе представилась такая возможность. Главный тоннель протяженностью 14 метров выглядит знакомо. Это ветка метро, только расположена она вертикально. Общая же глубина бункера составляет 37 метров, что примерно равняется 12-этажному зданию. Для сравнения, глубина бункера Гитлера в Берлине составляла всего лишь 16 метров, а у Черчилля и Рузвельта по два этажа. Как же строили этот военный объект колоссальных размеров? Некоторые документы, которые об этом рассказывают, до сих пор засекречены. Поэтому вокруг строительства бункера сложилось много мифов и легенд. То ли на стройке задействовали заключенных безымян Лага, которые, как отмечают историки, в основном занимались выкапыванием котлована, то ли это все-таки были специалисты-метростроевцы. Рассекреченные на сегодняшний день документы говорят только о том, что работали на объекте круглосуточно, а команда строителей включала 2900 рабочих и около 800 инженеров и техников. Мнение историков и краеведов Самары на этот счет расходится. Конечно, строили специалисты. Я убежден, что строили на 80-90% специалистов. Стало известно в последние годы, что это были метростроевцы. Метростроевцы. Наверное, в основном это были метростроевцы. Ну, потому что был опыт, был опыт и инженерный, был опыт строительный. То есть некогда было долго объяснять, что требуется. Но не только сам процесс возведения бункера окутан тайной. До сих пор остается загадкой, как жители Куйбышева не догадались, что буквально под их окнами идет масштабная стройка. Как удалось незаметно вывести 25 тысяч тонн грунта из котлована глубиной 37 метров. По оценкам историков, для этого грузовикам пришлось бы сделать 7,5 тысяч рейсов. Но машины с грунтом никто не видел. Этому есть несколько, опять же, официально неподтвержденных объяснений. Вполне возможно, что землей из котлована забивали подземные ходы. Они связывали здание бывшего собора, на месте которого сейчас находится театр оперы и балета, и здание Иверского монастыря. Но историки придерживаются другой, более распространенной версии. Был построен такой подземная галерея, куда загружалась земля. Она выходила к Волге, ночью подходили баржи, и из этой галереи земля грузилась на баржи и вывозилась. Вот это самая распространенная точка зрения. Но, повторюсь, никаких документов нет, это мы можем только предполагать. Бункер Сталина в Самаре – самый мощный из ныне рассекреченных бункеров. В его истории все еще много белых пятен. Но самарские исследователи надеются, что в будущем все же удастся развенчать мифы и документально подтвердить все детали строительства и эксплуатации этого крупного военного объекта, который сегодня олицетворяет собой мощь и величие запасной столицы. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Каникулы совпавшие с периодом нерабочих дней, долгожданное время для детей и беспокойные для родителей. После вереницы будничных дел многим взрослым непривычно оставаться надолго со своим чадом. Как проводить время вместе, используя, расскажет Ольга Хомракулова. Провести выходные с ребенком и хоть немного отдохнуть реально. Главное знать, чем занять свое чадо. Начните с игр, говорят эксперты. Кукольный театр, буквы на спине или тренировка ниндзя. Можно провести полноценный фестиваль диванных игр. Дети будут рады вовлеченности, а родители получат лишний час в горизонтальном положении. Устраивайте пикники, стройте шалаши. Причем делать это можно, не выходя из дома. Больше для подростков подходит или после начальной школы становится психологом, а ты становишься клиентом. И ты подходишь и говоришь, что у меня настроения нет, постоянно не хочу готовить, с детьми не хочу уроки делать. Что вы мне подскажете как психолог? И ребенок начинает какие-то свои варианты подсказывать. И здесь здорово как раз, если есть какие-то сложности, разногласия, их озвучить. А вот старшеклассников на это время лучше занять подготовкой к экзаменам. Чтобы успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ, на подготовку только по одному предмету уходит по полтора-два часа в день. Потому что любые долгие промежутки в образовании детей, соответственно, влияют на их общее восприятие предмета. Они часто забывают то, что они буквально изучали две недели назад. Что касается старших школьников, так как до экзаменов осталось всего лишь 30 недель, то эти нерабочие дни, этот перерыв, соответственно, поможет им ускориться в подготовке к экзаменам. То, что необходимо и старшим, и младшим в период каникул и нерабочих дней – грамотно организованный распорядок дня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ученики начальной школы должны спать не меньше 10-10,5 часов. А первоклассникам рекомендовано еще два часа дневного отдыха. Такие же нормы сохраняются и для учащихся пятых-седьмых классов. В восьмом-девятом классе норма сна – 9-9,5 часов. Старшеклассники, выпускники и взрослые могут спать по 8-9 часов. Говорят, что на гаджеты надо отвозить где-то 30-40 минут в день, ну, может быть, чуть побольше им дать, чтобы они не нервничали. Режим. Все-таки надо придерживаться этого режима. И даже если ребенок на каникулах, ну, может быть, дать ему поспать на час-полтора побольше. Неплохо сейчас, вот в осенний период, детям предлагать витамины. Витамин Д детям. Детям постарше можно порекомендовать употребление цинка и селена как иммунопрофилактика. И самое главное – смотрите на все с оптимизмом. Период каникул и нерабочих дней – отличная возможность перезагрузиться и провести время вместе. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Пролететь над Самарской лукой, заглянуть на пару минут в Ширяево и воспарить над Волгой, не выходя из дома. Пока одни пытаются бороться с осенней хандрой, другие при помощи древних музыкальных инструментов ежедневно настраивают себя на позитив и гармонию с окружающим миром. Наши корреспонденты окунулись в историю и культуру горлового пения и готовы поделиться своими впечатлениями. Тему продолжит Ольга Павлова. Это сейчас потомственный шаман Альгиз Старосвет умело играет на древнем инструменте. Варган он впервые услышал в армии много лет назад, когда сослуживцы из Якутии решили отпраздновать Новый год. Я думал, они куда-то что-то вставляют. Я говорю, покажите, как вы поете. Понимаешь, в горле у них ничего нет, но вот этот скрежет, металлический голос, я не мог поверить, что это можно голосом. Свой первый инструмент Ольгиз приобрел на московской горбушке в этническом магазине. Оказалось, освоить варган можно без музыкального образования и знания нотной грамоты. Для извлечения звука инструмент прижимает губам и дергают за язычок. Менять тембр звучания можно, подключая дыхание. А дальше, отмечает шаман, руководствуясь собственными ощущениями, уносится вслед за магическими вибрациями музыки. В прошлом программист, сейчас профессиональный резчик по дереву и шаман Ольгиз Старосвет к эзотерике и технике горлового пения пришел постепенно. На необычные способности, которые достались ему от прадеда, сначала не обращал внимания. Думаю, что понимать язык животных и лечить людей могут все. Оказалось, только избранные. Большинство музыкальных инструментов делает сам, из дерева. Некоторые покупают и коллекционируют. Играет не только для души, и в органы барабана имеет целебный эффект, утверждает мастер. Это может быть концентрация на мантре, либо задача, если исцелить человека, то он направляет свое внимание, ну скажем, в проблемную зону человека, там, допустим, сердце, либо еще куда-то, и держит образ исцеления. Быть в гармонии с собой и окружающим миром – главный принцип практикующих горловое пение. Научным языком такой стиль исполнения называется горловая фонация. Для многогранности звучания используют не только древние инструменты. К примеру, Ocean Dream помогает воспроизвести шум моря или океана. На нем играть не так просто, не так просто, как кажется. Нужно уловить вот это состояние волны. Да, не просто быстренький, а вот пение перекатывает. Что интересно, Альгиз и Лада в Самару переехали из Москвы. В город на Волге влюбились сразу. Иногда семейная пара вместе с друзьями и единомышленниками выезжает в Ширяево. Говорят, горловое пение на природе – отличный способ отвлечься от повседневных забот и напитаться энергией на несколько недель вперед. Пролететь над Самарской лукой, оказаться на пару минут в Ширяево и воспарить над Волгой, не выходя из дома. Оказывается, это возможно, даже если вы не потомственный шаман. Достаточно окунуться в историю и культуру горлового пения, представить самые счастливые моменты жизни и понять, что никакая хандра, даже осенняя, не помешает быть в гармонии с окружающим миром. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. Самарский областной художественный музей подготовил выставку современных петербургских авторов Ивана Дьякова и Анны Векслер. Из-за режима нерабочих дней учреждения культуры не принимают посетителей. Поэтому открытие экспозиции пришлось отложить. Однако съемочной группе ГИСа удалось встретиться с авторами работы и узнать, что ожидает зрителей в музее, как только он сможет открыться. Подробнее Мария Левина. Иван Дьяков – художник из северной столицы. Уже несколько десятилетий он творит в технике горячей эмали. Мастеры привлекают сложность процесса, уникальность и зачастую непредсказуемость результата. Сложная фактура дерева и металла дополняет и обогащает художественный образ в работах автора, который создает новую композиционно сложную, драматичную по содержанию и насыщенную по цвету реальность. У нас есть такое выражение у эмалиеров в соавторстве с огнем, и даже в выставке так называется. Конечно, для художника эмалиера печь, которая разогрета до 850 градусов, является таким же важным инструментом, как краски, кисть, как для программиста является его клавиатура, для нас печь – это инструмент. Второй автор выставки – Анна Векслер. Работает с самыми разными материалами и техниками. От классического гобелена до коллажей и арт-объектов, в которых оригинально, а часто парадоксально соединяются текстиль, эмаль и стекло. Анна активно участвует в российских и международных выставках, а ее работы находятся в частных и государственных собраниях, как нашей страны, так и за рубежом. Изначально каждый художник, он, конечно, эгоист. И он просто хочет делать то, что он хочет. Знаете, как дитя. Я люблю это, я это делаю. Какую эмоцию получит глядя на каждую работу, это все зависит лично от человека, к чему человек подготовлен, на что он настроен, что он может воспринять. Потому что один увидит зеленое на зеленом, другой увидит целую историю мироздания. В экспозиции более 50 работ к открытию готовились два года. Мы очень тщательно подошли к экспонированию предметов. Ребята получили заранее чертежи залов. То есть все вещи здесь располагаются не случайно. Все это продуманный и очень сложный проект. Пандемия и ограничительные меры внесли свои коррективы. Авторы планировали, что выставка проработает до середины декабря. Но из-за введения режима нерабочих дней музеи оказались закрыты для посещения. Организаторы собираются продлить выставку, чтобы как можно больше самарцев смогли вживую насладиться искусством, как только эпидобстановка позволит это сделать. На этом наш выпуск завершен. Все новости читайте на официальном сайте Самарагис, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok